В Севастополе находится несколько десятков отделений, а по Крыму около ста, где принимаются заявления от вкладчиков украинских банков. Вся информация об этом есть на официальном сайте фонда. В некоторых отделениях очередей практически нет. Документы оформляют быстро, после остаётся ждать. Деньги возвращают примерно через две недели. Огромное спасибо и огромная благодарность людей. Потому что до этого многие истории были очень печальными. То есть наши родители пострадали после развала Советского Союза, когда вклады были нивелированы. А сейчас это действительно пример реальной заботы о людях. Огромная благодарность, огромное спасибо. И возвращена вера в банковскую систему. Ведь что главное у банка? Это его вкладчики и репутация. С собой вкладчик должен иметь паспорт, идентификационный код и документы, подтверждающие наличие вклада. Если человек хочет вернуть деньги, оставшиеся на карточке, нужен информационный чек, выданный банкоматом. Со временем фонд защиты вкладчиков начнёт работать и с кредитами. Как управляющий активами тех банков, которые ушли из Крыма, он сможет через базы данных обнулять кредиты и согласовывать нюансы работы непосредственно самим банком. Но пока основная задача – разобраться с депозитами. Более 2600 человек получили свои средства. Общая сумма составила 635 миллионов рублей. Всего принято более 100 тысяч заявлений от вкладчиков в 10 банков, деятельность которых официально прекращена и по которым производится приём заявлений. Более 10 тысяч из этих заявлений уже по ним принято решение, они вносятся в реестр для того, чтобы начать выплаты. Фонд защиты вкладчиков был создан после того, как в Крыму стали сворачивать деятельность украинские финансовые учреждения. Сначала он работал с вкладами четырёх банков, потом к этому списку добавилось ещё шесть. Это «Приватбанк», «Киевская Русь», «Финансы и кредит» и другие. Полный перечень размещен на сайте фонда. Деятельность этих структур была прекращена по решению Центробанка. Вкладчики других банков смогут вернуть свои средства, как только появится соответствующее постановление.